Приехали в Жабляк в Черноевич. Уточки тут которых Вивьен уже погоняла и очень хорошая погода и мы сейчас пойдем аж туда вот далеко и там будет, мы надеемся, будет классно. Видно Катины виды она будет рисовать сегодня. Короче мы пошли туда куда ходили в прошлый раз, хотели пойти, но там видите все затоплено за моей спиной. Собачечка и короче все затоплено. Катя меня ведет куда-то в неизведанные края. Короче ну в принципе оно так и затапливается все на сезон. Ну если что пойдем на крепость, тут крепость классная. Что там Вивьен, тебе нравится? Мы поднялись и Катя хотела чуть-чуть вот там вот дальше порисовать. Ну как видите все затопило прям под ноль. А дальше все тупик. Ну как видите не так обидно, что у нас не получилось туда зайти, потому что ни у кого не получится туда дойти до весны. Мы гуляли здесь весной и на самом деле крепость. Все затоплено вокруг? Прям все-все-все. О вон хурма у людей. Ну мы бы там хурмы нарвали. Не, не прошли бы там. Футбольное поле. Футбольное поле тоже прошло, оно затопилось за секунду. Так что будем гулять тут. Катя пойдет сейчас куда-то смотреть виды себе. И будет Катя натуралист. Натуралист, география, с пенцией, с пенцией, с пенцией. Да, кисточка, пенцией будет? Туда какая-то на обрыв, правильно. Собачка, смотри какая собачка. А ну-ка фу. Иди сюда. Ай собачка, смотри какая. Иди сюда собачка. Ай собачка. Катя приготовила свой громадный мольберт. Огромный. И будет делать, нашла себе какой-то пейзажик. Будет рисовать большую лужу. С ветками. Виви надо открыть, прежде чем попить. Колоночку, думаю. Вроде тут снимает что-то. Сликая. Жена сликая. Солнце, правда, там ничего вам не видно, потому что солнце и камера. В общем, мы решили приехать опять на мост, который висячий. Вот он. Я сейчас по нему буду идти, но я снимать не буду. Смотрите, какая красота открывается. Там, правда, солнышко светит. Но я сейчас туда пойду. Так. Он очень шатается. Тут нормальная высота вообще. Очень высоко. И надо держаться двумя руками. Я туда пойду. А потом, видите, он, когда ветер, там, трути какие-то висят, чтобы он не качался. Оторванные все. Ну, короче, ладно. Я пошел. Вот так выглядит. Я на середине, на самом деле, не стал делать, потому что там так качает. И тут, видите, тут нету бортиков. Ничего у него нету. И он очень качается. И он в разнобой работает с поручнями. Но вот там вид такой открывается красивенький с него. Сейчас я все-таки дойду туда, посмотрю, что там, чтобы дойти чисто. Но вообще стрём-стрёмски возвращаться я никому не рекомендую. Плюс я поцарапал палец себе, видите. Не знаю, если видно. Я себе разорвал фалангу. Потому что вот на этом пруте там устючки, а они металлические. И я так держался, что мне оторвало кусочек. Но не сильно приятная тема. Но двигаемся. Короче, мужик идет, и ему хоть бы что. Да. Он даже за поручни не держится. У него там куча. И у него на той стороне куча. Каждый день надо по обручке. Блин, прикинь, как он идет. И я там чуть не обосрался, реально. Да ты идешь, и он там все так трусится и качается, что... Офигеть. Взял, даже за поручни не держится. Вообще. Индиана Джонс говорит. Офигеть. Реально. Ого. Даже ни разу за поручни не схватился. Я там иду, там трусится, колени, все расходится. Ужас просто. По середине, потому что тебе надо нагнуться, чтобы взять, или вот за этот верхний взять прутик. А он вот такой трусится, это туда есть. Нет, конечно. Ты чего? Почему? Да куда ты, выйди сюда, на чуть-чуть посмотри. И вниз ты не смотришь. Ты обосраться вообще можно, если вниз смотришь. А ты что, не смотрел вниз? Нет, прямо только. Ну, голова кружится сразу. Че? Ну, он тоже не смотрит вниз. Ну, правильно, голова кружится. Ты это... Ну, просто ты не смотришь вниз. Ты смотришь, куда наступать, но ты фокусируешься на решеточках. Ты что, меня не отпускали? Ну, иди, ладно. Тортики, кто мне печь будет? Точно. Ладно.